Здравствуйте, дорогие друзья, зрители нашего канала. Мы с вами разговаривали буквально недавно о комбикорме, который мы привезли себе в количестве 50 мешков за 37 тысяч рублей, и качество которого нас неприятно удивило. Мы, соответственно, производителю, Маркорму, написали письмо, как обещали. Это сделали мы в воскресенье вечером, чтобы в понедельник с утра у людей письмо было уже на рабочем столе. И, вы не поверите, очень быстро пришел ответ, прям за полтора часа люди все это уже посмотрели, наше видео получасовое, и уже приняли определенные меры, и успели написать нам ответ. Но начнем сначала. Здравствуйте, на прошлой неделе мы приобрели корма вашего изготовления по предварительному заказу через дилера город Киржач. Проблемы и вопросы к вашей продукции отражены в видео, которое, надеюсь, вы тоже смотрели. Просим вас письменно ответить на следующие вопросы. ПК-5.1. Пыль в мешках под названием «Крупка». Хотя до этого прекрасно пользовались вашей гранулой, фракцию «Крупки» мы не нашли ни на этикетке, ни на сайте, ни в установлении качества. Купили 15 мешков. ПК-6.1. Перепрошиты все 20 мешков. Причина перепрошивки нас интересует. Вот. Комбикорм отличается от предыдущей партии по цвету, и по запаху, и по длине гранулы. Запах комбикорма горький, прогорклый. Полное ощущение, что комбикорм сильно просрочен или предназначен для другого вида животного. Тут и или или, на ваш взгляд. То есть, может быть, он и просрочен, и предназначен. Вот. И ПК-6.2. Претензий нет. Все как обычно. Мы купили 15 мешков. Как бы мы сразу отчерчиваем объем нашей покупки, чтобы было понятно, в общем, сколько чего мы взяли. Вот. Ждем от вас ответа на эти вопросы. Спасибо, Елена Александровна. Ну и вот, как я и сказала, буквально через полтора часа в 10.35 пришел ответ. Привет. Добрый день. Очень жаль, что вы преждевременно делаете выводы о нашем качественном корме, комбикорме. А значит, даже не кормив им птицу. Вот здесь у меня вопрос сразу возникает. Ну, неужели я буду делать эти выводы о плохом корме, когда у меня птица вся ляжет? Вот будет, наверное, уже поздновато, да, пустыми мешками трясти, в общем-то, над трупиками. Поэтому мы делаем выводы раньше времени, потому что уже кормим вашим комбикорм достаточно давно. И есть с чем сравнить. Мы за свой комбикорм уверены и отвечаем на все 100%. Очень хорошо. Не бойтесь, кормите и сами увидите результаты. Мы уверены, что все будет отлично. Если честно, мы тоже на это очень сильно надеемся. ПК-5.1. По многочисленным отзывам клиентов мы перешли на крупку с ноября 2019 года. Да, на сайте сегодня же все поправят. И на этикетке, и в качественном все стоит. Вы же сами снимали этикетки. Стоит, не стоит размер. Фракция крупки не стоит. Что-то крупка на этикетке стоит. На сайте нет. И что такое не бывает вообще. Ну, тем не менее, вот так. Да и зачем брать корм другого производителя, если сразу можно наш кормить с нуля дней? Вот для чего мы сделали крупку. С нуля-то можно. Только до 14 можно ли такую крупку вообще давать? Это тоже вопрос. Насчет пыли. Она не больше, чем у других производителей. И мы работаем над улучшением качества крупки. У нас есть клиенты, которые в восторге от этого комбикорма. И вы будете довольны. Хорошо. ПК-6.1. Это действительно корм, который стоял без этикеток на фермеров. Насчет его цвета. Он может немного меняться. От цвета входящего сырья. На сырье мы все проверяем и делаем анализы. У нас имеется при заводе собственная аттестованная лаборатория. Что касается просрочки, это исключено. Комбикорм свежий. У нас есть этот комбикорм на заводе. Мы проверили его дополнительно. Никакого плохого запаха и горечи мы не обнаружили. Снова же, да, за полтора часа. И видео посмотрели получасовое. И комбикорм успели проверить. Кормите, не волнуйтесь. Хорошо, спасибо. Так и сделаем. Особенно в свете того, что делать нам больше ничего не остается. Попробуем, значит, вам поверить. И снова же, конечно же, мы не успокоились. И снова ответили им на это сообщение. О качестве ваших кормов мы сделали выводы давно. И с успехом пользовались ими достаточно долго. Мы всячески хвалили ваша корма и за качество сырья, и за четкую гранулу, и мало пыли. И за честное указание лекарственных препаратов на этикетках. И совсем не ожидали увидеть в мешках такое. Если наша птица ляжет от этих кормов, мы боимся, что будет поздновато делать какие-либо выводы. ПК-5.1. Мы показали достаточно подробно, что это не крупка, а пыль. Где на этикетке в удостоверении качества фракция этой крупки. Вы можете хотя бы в письме указать мне фракцию? Это я прошу у производителя. ПК-6.1. Цитата. Стоял без этикеток на фермеров. Фермеры берут только один вид комбикорма. Ваши мешки неотличимы без этикеток. Не понять, где ПК-6.1 или ПК-6.2. Экономия 10 копеек на этикетке. И впоследствии перестрачивают мешки в случае расформировки партии для фермеров и отвечать на ненужные вопросы. Мы летом уже покупали перепрошитые мешки и писали вам об этом. Да и наши зрители канала подтвердили такое частое явление. Видимо, снова же расфасовка для фермеров тому причина. В любом случае, спасибо за потраченное на нас время. Ну вот мы вам показали нашу переписку. Вывод должен быть только один у нас абсолютно точный. Это что продавец в данном случае совершенно ни при чем. От него ничего не зависело. В общем-то, для него это тоже такой же сюрприз, как и для нас оказался. Для того, чтобы убедиться в правильности вообще своих суждений и не субъективно ли абсолютно наше мнение по поводу некачественного комбикорма, мы в данном видео с вами рассмотрим пару ГОСТов, так скажем. ГОСТ вот такой, номер 518482001. Этот ГОСТ написано, что он действующий. Вы можете его забить в любой поисковой системе и почитать его подробно. Это государственный стандарт Российской Федерации. Продукция комбикормовая. И также воспользуемся ГОСТом номер 54379-2011. Это национальный стандарт Российской Федерации. Крупка комбикормовая. Этими двумя документами мы с вами воспользуемся для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наше субъективное мнение о приобретенном комбикорме и, в общем-то, сделать какие-то выводы. Посмотрим с вами на ГОСТ. Крупка комбикормовая. Здесь прописаны термины, определения, технические требования, но нам с вами будут интересны основные показатели и характеристики. Внешний вид крупки. Плотные, не слипшиеся многогранные частицы, измельченных гранул, без посторонних примесей и следов плесени. И вторая таблица. Значение показателя для сельскохозяйственной птицы, и в частности, молодника, кур и бролеров в возрасте 1-30 дней. Что же у нас за показатели должны быть? Крупность. В частности, нас же с вами интересует крупность. Остаток на сейте с отверстием диаметром 5 мм, не более. Такой остаток не допускается. То есть, крупка должна быть мельче 5 мм. Остаток на сейте с отверстием диаметром 4 мм и не более. 1%. То есть, мельче 4 мм в основной своей массе должна быть крупка. Проход через сито с отверстием диаметром 1 мм, не более 18%. То есть, когда вы просеиваете, у вас 18% и не более должно проходить через сито миллиметровое. Допускается увеличение значения показателя до 21%. Но будем считать, что 21% это будет норма. В процентах все здесь указано. Вот это мы с вами как раз и проверим. Значит, крупка должна быть не более 4 мм и не менее миллиметра. А менее миллиметра не более 18% от общей массы. Ну что, ребят, попробуем произвести эксперимент, чтобы голословными не быть. Хотя, не знаю, может быть, мы не правы. 73 грамма это тара. Обнулим. И я сейчас за комбикормом иду. Мешок наш, который мы открывали, в общем, этот же. Он уже к своему логическому завершению подходит. По причине того, что мы, в общем, открыли его и уже им кормим. Потому что выхода больше у нас нет. Помним, да, 72 грамма это тара. Сколько здесь? 633 грамма. Почему я эти весы взяла? Чтобы было до грамма. Понятно. И что мы делаем, значит, берем свое же сито это. Ячейка какая мы померили? Мы померили миллиметр она. Соответственно, может быть, там 0,9 мм или 1,1 мм, в общем. Да? Сколько разрешено? Ну, ты читала. Я вам покажу. Оно должно быть не больше 4 мм, ну так, если в грубом формате, но не меньше 1 мм. И разрешен просев вот этот миллиметровый порядка 18% внизу со звездочкой 21. Вот если я сейчас так на память скажу. Слушай, ну там что-то это уже нормально насыпалось. Нет, ну подожди. 21% это пятая часть. Сейчас еще пятая часть не насыпалась. Кстати, может просеянную-то оставить? Ну это, подожди, надо какую-то тару тебе. Куда всыпать? Да, я могу обратно в мешок всыпать тебе, зачем? А, ну давай, да, пока. Сколько это трясти надо, да не знаешь? Ты вот так еще перемешиваешь, чтобы оно распределилось. Все, хватит, а то это... Снова, кстати, так скажем, что защищая завод, можно сказать, что, в общем, при погрузке тоже бывает, ведь правильно? Что грузчики там как-то неаккуратно мешки бросают, что-то там раскалывается, расшлепывается. Но этого, по идее, быть не должно, потому что существует вот этот формирователь гранулы, который закрепитель, так скажем. Который должен работать на то, чтобы гранула не рассыпалась. Все, давай, следующую партию, хорошо. Напоминаю, все из одного. Сейчас, подожду. Свет. Не, ну это просто пыль. Все, я понимаю. Иди сюда, а то скажешь, что ты из кувшина что-нибудь высыпал. Не по делу. Можно поменьше объема, чтобы посеять по качествам. Напоминаю, 21% это где-то пятая часть, правильно я понимаю? Мы с вами замерили, и я, как всегда, все посчитаю вам. Самим. О, сыпануло. Ну, чуть-чуть. Нет. Ты мимо даже сыпанула. Ну, я лишь и сюда сыпанула. Вот так я верну. Чуть-чуть. Покурой, не хочется побыстрее, потому что ваше время не тратить. Пожалуй, в момент этого процесса я буду читать стихи собственного сочинения. ГОСТа будешь читать? Да, наизусть. По ролям будешь? Ну, ладно, хорош. Это тоже хорош? Давай следующую, да. Мы даже, видите, не особо как бы это интенсивно, да, пытаемся завалить маркором, но... Да я не хочу заваливать никакой маркором. Работают люди прекрасно, чудесно, но просто... Ну, понятно, да. Понимаешь, если бы нам ответили, например, что, ребят, реально сейчас только восстанавливается эта крупка, да, только мы начинаем ее процесс изготовления, поэтому там могут быть какие-то нарекания. Спасибо, что обратили внимание. Все, больше вообще ничего не надо. Мы даже бы подумали, я бы, например, подумала, ну, реально, ребята перестраиваются просто, да, у всех бывает это, любой бизнес, бывают какие-то изменения вносят, коррективы. В конечном итоге это будет хорошо, но на факте вот этой перемены это может быть плохо, предположим, да? Ну, рабочий момент. Да, конечно, рабочий момент. У всех такое, не бывает сразу, что что-то новое вводите, и у вас все офигенно. Всегда такие сложности бывают. Но вот на данный момент, я скажу справедливости ради, да, что птицу я начал кормить этой крупкой. В принципе, если оставлять пыль до конца, не по дне насыпать свежую, то они ее выедают, пока маленькие. Ну, все, не буду я больше, ладно? Да, пока маленькие, но по мере роста, я думаю, что, конечно, это будет им не айс. Это прям конкретное пылище, вот надо в руке смотреть. Вот почему-то макросъемка на этой камере очень плохая. Ну, я могу, конечно. Ну, вот, да, пыль. Видно, да? Можно хлеб испечь, кстати, наверное. Наверное. Слушай, ну, здесь много, чтобы могу сказать. Ну, подожди, 71 грамм, помните, да, у нас этот ковш обнуляет, да? Подожди. Все. И я хочу, что, напомню, 630 с чем-то, да, значит, 63 грамма – это 10%, 20% – это больше 120 грамм. Если у нас больше 120 грамм, то, ребята, не укладывается в норматив. Я хочу заметить вам, что это из 600 всего лишь грамм. То есть в проценте мешка, допустим, ситуация будет совершенно… Да, и, соответственно, мешки разные, да, в каком-то будет больше, в каком-то меньше. И это у нас не дно мешка. Не самое дно, да. Да, еще на дне, наверное, будет пыли побольше. Мы быстренько с вами коснемся ГОСТа продукция комбикормовая. В общем-то, что должно быть, где указано. Посмотрим, какие стандарты прописывает этот ГОСТ. В общем, те два момента, на которые хочу обратить ваше внимание, я их выделю. Это для кормовой продукции, в состав которой входят ферментные препараты и или лекарственные средства, и или ароматизаторы, и или красители, в удостоверении качества и безопасности, этикетки, листе вкладыши, дополнительной информации по пункту 5.1, должна быть фраза «содержит ферментные препараты, лекарственные средства, ароматизаторы, красители». Все эти вещи должны быть перечислены на, еще раз, удостоверение качества и безопасности, этикетки, листе вкладыши. Вот этот пункт я понимаю так. Я могу быть не профессионалом, поэтому, возможно, если ошибаюсь, я прошу вас меня поправить в комментариях, может быть, я что-то понимаю не так. Дальше у нас прописано, что 5.1 и 5.2 пункты «Измененная редакция». Изменения вот здесь указаны, видите? Сейчас мы по ним пройдем с вами. Вот оно, изменение номер один. Здесь хочу для вас подчеркнуть следующее. По всему тексту стандарта заменить слова «удостоверение качества и безопасности» или «этикетка», на удостоверение качества и безопасности, и «этикетка». То есть у нас тут раньше был выбор «или», «или», то сейчас по этому изменению получается, что и «этикетка» в том числе. И на вторую поправку мы сейчас с вами посмотрим. Для продукции, содержащей ферментные препараты, ароматизаторы, красители и прочее, информацию о его содержании помещают непосредственно под номинованием продукта и дают его номинование и дозу включения. В общем-то, к слову сказать, «Маркорм» выполняет это требование. Один из немногих указывает действительно сразу под номинованием все лекарственные препараты и ферменты, и все, что используют в этой области как добавки к своему корму. Мы все это с вами можем видеть на этикетках. Но мы уже говорили о таком плюсе «Маркорма». Еще были комментарии, в которых наши зрители призывали нас к тому, чтобы обратиться в определенные органы и структуры. Роспотребнадзор, кто-то даже написал в полицию. По предыдущей моей работе я имела опыт обращения в полицию достаточно частый. И, в общем-то, кроме того, что меня затаскивали в отделение милиции для дачи и дачи новых каких-то показаний, непонятно каких, больше никакого смысла у меня не было в этом мероприятии. В общем, оно заканчивалось ничем раз от раза. С Роспотребнадзором у меня тоже были определенные взаимоотношения. И мне бы, конечно, безусловно, не хотелось снова попадать в эту структуру ни со стороны заявителя, ни со стороны обвиняемого. По этой причине, в общем-то, нам нужно работать, а не ходить и не ездить никуда, не писать заявления. И никто нашу семью кормить, кроме нас, не будет. Наш основной доход, доход нашей семьи складывается из выращивания птицы, так или иначе, яйцо, цыплята, бройлеры как мясо. И поэтому нам некогда заниматься разъездами по всяким инстанциям, особенно в свете того, что мы не сильно верим в то, что выиграем это дело, в общем-то, тратя на это время. Так как денег у нас больше нет, кормить мы будем тем, что у нас есть. И надеюсь, что наш оппонент от производителя Маркорм была права, и у нас все будет хорошо, и вырастет нормальная птица на их вот таком вот комбикорме. Еще момент. Три дня назад у нас был год каналу, и, в общем-то, за этот год мы забанили всего 10 человек. То есть это меньше, чем человека в месяц. Половина из них разговаривала исключительно на русском фольклорном языке, и за это были забанены. А еще, наверное, человек 5, просто-напросто до них невозможно докричаться, но они кричат очень громко. Поэтому нет смысла просто перекрикивать их. Их просто стоило забанить, и все. Тематические все споры мы всегда поддерживали на нашем канале, но в свете последних событий, когда не очень даренные люди, видимо, сильно злятся от того, что мы развиваемся, и постоянно на нас клевещут, безосновательную чушь несут. Но их адепты так или иначе сразу бегут прогибаться, делать сальто де мартали против нас на нашем канале. И начинают нам очень здорово, извините, подгаживать. И в комментариях, и тратя наше время на то, чтобы отвечать на абсолютно ненужный бред. И мы, к сожалению, на это пока велись так или иначе. Но теперь у нас выбрана будет другая позиция. Мы просто будем тупо отправлять людей в бан. Не хотите общаться по-хорошему, мы не будем общаться никак. В конце концов, мы в то возрасте, чтобы выбирать самим общаться с кем. И с кем не общаться. Поэтому я надеюсь на адекватность в комментариях. Я всегда надеюсь на то, что мы находимся в логичном тематическом диалоге, без психологических оценок нашего семейных отношений и так далее и тому подобное. И без личных оскорблений уж это точно. Поэтому извините, было обещание когда-то в одном из давнишних старых видео о том, что мы никого не баним. Это на данный момент уже не актуально, и нам приходится это делать. Надеемся на ваше понимание. Поэтому всего доброго. До новых встреч. Пишите интересные и умные комментарии. Мы всегда рады общению с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok